Всем привет, друзья! С вами Малдр и мы продолжаем играть в Ведьмака. Ну что, последний вроде как доспех надо найти. Ну, последний из известных на сей момент. И там какие-то твари ходят в деревню-то, блять. Пожиратель, блять. Так, ну-ка, я понял. Бог. Пожиратель двинул кони, блять. Сожри это, гнида! Там или что-то дохера, блять, пожирателей-то, блять. Заброшенная деревня у меня. Так, а сокровище у нас вон там. Ведьмач. Идите сюда, суки. Сдохни! Задохни, скотина! Ох, блин. А чё я не зацепила-то, еб-то блять. Не, зацепила, но... Не убила, имеется в виду. С пожирателей будем чё брать? Давайте возьмём. Ну, не оставляйте бара-клоты. Тут же, кстати, деревню-то вырезали совсем недавно. Ну, и кто ещё не сгнили? И кто так закричал, меня интересно, злобно, блять. Ах, тут проход есть прям через дом, блять. Слушай, что-то такое вот, неинтересно, здесь. Блять, вот это вот, как это... Как сцена, блять. А, вон, какая-то там тварь летает, я что её не заметил. Вон, далеко-далеко. Крылами машет. Так, я нашёл, да, куда-то, да? Где-то тут... Должно что-то... Быть. Ведьмаковской метки не вижу, блять, но она где-то... Вот она. Здесь стоит осмотреться. Здесь стоит осмотреться. Наверное, наверх давайте залезем, блять. Раз стоит осмотреться, блять. Герек, не тупи, ёб твою мать, а. Хуже, блять, платвы нахуй стал. Хуже платвы. Та тупит, блять, безбожно, нахуй ты такой же, блять. Вон. Так. Что за крылатая хреновина тут летает? Ну, давай задание следующее возьмём. Охота за сокровищами. Жемчуг. Нам надо. Найти. Тысяча двести метров. Так, кто это летает, блять? Это хуйня так-то? Другое дело... Блин, метки тут нету. Сирена, блять. Ну, ты, блять, заметил, что у меня... Как ты? Скотина меня увидала-то, блять. На, нахуй. На, пополам, блять. На, пополам. Там кто-то ещё рычит. Нам надо в городок сходить, потому что там у нас есть телепорт. Руины дорве, блять. Тут ближе всего. Можно было, конечно, туда дойти до этих... До марлинов. Козлики мешаются. Ну, не пойдём. Я уж тут, блять, всё обобрал, блять, всё собрал. Вообще ничего нету, блять. Так. Давай глядеть. Куда нам надо портоваться. В рот, ёбаный, блять. Ну, погнали к маяку. Я надеюсь, там маяка и лодка хотя бы есть какая-нибудь или чего-ли. Хотя там, наверное, не очень далеко и добежать можно. Ну-ка, давай-ка. Там кто-то... Призрак, блять. Призрак. Ты убил, что ли? Убил, но ничего. А, вывалился, погоди-ка. Что-то всё-таки выпало с него. Угу. Туман. Туман окутывает данную местность. По дороге, наверное, пойду. Хотя дорогу, блять, сложно назвать. Но тут направление. Эй, есть там кто? Я чисто случайно. Как ты и сюда попал? Приплыл. Это же остров. Откуда здесь все эти призраки? Последний раз я такое видел под Вергеном, когда... Неоткуда. Вот именно, что неоткуда. Пламя вспыхнуло и тут же погасло. С этого всё и началось. Я пошёл сюда за маслом, выхожу из дома, гляжу, туман поднимается. А тут духи как полезли и на меня. Вбегаю я внутрь, задвигающий колду, и слышу, вроде как кто-то шепчет моё имя. Микель, Микель. Выглядываю, призрак больше остальных. И таким холодом от него било, что аж стёкла иньем покрылись. Я могу попробовать тебе помочь, но сначала два вопроса. Да хоть сто, только вытащи меня отсюда. Этот призрак, расскажи мне о нём побольше. Он... Он вроде был умнее остальных. Как будто он знал. Всё знал. Только тебе, наверное, это не сильно поможет, да? Ты прости, но я и видел-то его всего раз. А потом он куда-то пропал. Эти духи появились здесь не без причины. Что-то их привлекло. Какие будут мысли? Понятия не имею. Тут же ничего нет. Маяк, моя хата и всё. Одни голые скалы. Даже утопцы знают, что на Эльберге искать нечего. Странно это всё. Мне нужно осмотреться. Тогда возьми ключ от маяка, если захочешь и там посмотреть. Или укрыться от чего-нибудь. Призрак Сэльдберга. Ничего себе, блядь. Я просто шёл-шёл, задание, блядь, нашёл. Хоп. Это обратно, что ли, надо идти? Где маяк-то, блядь? Маяк, наверное, наверху должен быть. Вон он, блядь. Какой-то призрак. Я же, блядь, пришёл оттуда. Какой-то призрак. Туман навёл. Сейчас разберёмся. Вот сейчас светло станет, блядь, нормально. А время-то 4 часа уже, охуеть. Так, замок открыт. Чё тут есть? Что можно спиздить? Меня прежде всего интересует. Ха-ха. Эй, зачем загасил? Так, обыскать. Гори, гори, огонёк. Чё-то там случилось явно. Наверху. Может, сейчас труп какой обнаружим? Какое-то письмо. Письмо смотрителю маяка. Микель, есть для тебя работа. В Ринбьёрн зайдёт корабль с фарера, с грузом шкур. После полуночи ты должен погасить маяк и не зажигать, покуда не дадим тебе знак факелом. Добычу делим, как всегда. Получишь десятую часть того, что море выбросит на берег. До встречи. Ах ты, сука. Ну вот, пожалуйста, под фонарём темнее всего. Ну-ка, давай-ка ещё сюда. Залезем. Он загасил маяк. А может, зажечь? Это, блядь, что-то не ёбнуться с этого маяка, блядь. Вот задача она. Номер раз, блядь. Так. Я что-то не наблюдаю, больше ничего. А смотреть маяк? Использую, видимо, чуть-чуть её. Может, конечно, там ещё что есть, блядь? Ну, блядь, Геральт, давай ты тупишь ты, ёбаный род. Ну, подвала тут нету, блядь. Опа-на. Это что за хуйня, блядь? Символы связи. Проявление злой воли, направленной и сконцентрированной. Значит, проклятие. Оно и держит здесь призраков. Покаянник? Хорошо, что он пока не появился. В таком тумане и в темноте убить его будет невозможно. Нужно зажечь маяк. Если проклят Микель, то проклятие удерживает его в этом месте. Только он может разжечь огонь, который снимет чары. Ммм, покаянник, блядь. Я даже не знаю, кто это такой, блядь. Покаянник. Когда посмотрим, блядь, что за покаянник? Как вы с ним бороться-то вообще? Книги персонажа обучения бестиарий. Это, наверное, духи, блядь. Покаянник. Вот. Чудовище, захвативший остров Эльберг и его маяк, оказалось редчайшим призраком под названием Покаянник. Место, где он появляется, сразу охватывает мгла, в которую, если люди и заходят, то обратно, как правило, не возвращаются. Чтобы победить Покаянника, нужно постоянно двигаться, уворачиваясь от ударов этой чрезвычайно ловкой твари, которая исчезает и мгновенно возникает вновь, чтобы нанести удар в спину. Самое же важное в борьбе с ПК, а никому знать, что вызвало его к жизни, и разрушить эти узы как можно быстрее. Ну, погнали, побазарим теперь. Блин, вот очков вот не дают за эту хуйню. Вот задания, которые ты сам находишь, блядь, они нихера не дают прокачки, блядь. Что это? С рядом мужикам он в прошлой серии помог, блядь, там три очка дали, блядь, для опыта. Тут сейчас одно дали, блядь. О, это ты. Узнал что-нибудь? Оказывается, на этот остров приходит Покаянник. Это дух, который наказывает за злые дела, за преступления. Например, такое преступление. Заманивать корабли на скалы, чтобы потом их грабить. Не выкручивайся. Я нашел письмо. Все равно дракары то и дело тонут. Это ж море. А если он у острова разобьется, так хоть товар напрасно не пропадет. Вернемся к этому позже. Сперва ты должен мне помочь. Но как? Воин из меня никакой. Догадываюсь. Но проклятие связывает тебя и это место, так что только ты сможешь его снять. К счастью, тебе придется просто разжечь огонь на маяке. Ибо покуда остров покрыт мраком, Покаянник непобедим. Если я отсюда выйду, этот призрак меня убьет. Я чувствую это. Может, ты сам. Я буду тебя защищать. Хватит искать отговорки. Просто возьми масло для лампы и пойдем, пока я не передумал. Смотри! Он там! Это он! Я вижу. Не ори. Просто зажги огонь на маяке и помни. Если ты напортачишь, Покаянник сперва убьет меня. А потом тебя. Быстрее! Не знаю, сколько я еще выдержал. Покаянника не убить. Неплохо. Ну что там, блин? А, зажег маяк тут же. Блин, а может, магию у людей это хуйня-то, ебаная? Щит. Ловушка, ловушка. Маяк загорелся. Наконец-то. Теперь за дело. Блядь, нихуя он крутой, блядь, Покаянник. Я его даже с этой самой хуйнью не могу, блядь. Есть! Убили, блядь. Призрак. Обыскать. Обыскать. Пепельная руна. Меч. Трофей призрака. Получилось? Получилось. Но это вовсе не значит, что остров в безопасности. Потому что на нем остаешься ты. Сторож маяка, который заманивает корабли на скалы. Это была ошибка. Теперь я понимаю. Клянусь Фреей и всеми богами Большой Земли больше никогда. Лучше тебе сдержать слово. Потому что если я когда-нибудь услышу, что у берегов Эльтберга разбился какой-нибудь корабль. Хоть маленькая лодка. То я вернусь сюда и закончу дело Покаянника. Понял? Да как же я... Угу. Понял. Я еще хотел что-то возразить, блядь. Что, сука, уедя? Я ему жизнь спас, блядь. Остров. От тумана освободил, блядь. Ну, он хотел и дальше, блядь. Заниматься тем, что корабли заманивают. Я думал, честно сказать, он меня ебнет этот Покаянник, блядь. Получить вознаграждение у ерунда. А... поговорить о задании с ерундом из-за оренбьерона если мне поговорила так-то пуху конечно так в стол это нам нахуй не надо пока вот мне сюда надо и посмотреть что у меня за меч такой пепельный рунок что-то хороший блять но хуже чем наш к сожалению и так куда там пиздавать-то 1815 это надо куда блять вниз туда что но лодка есть или на тот берег так козлики влезь спокойно вот туда вниз были часы нет нормально где-то здесь а вон пещеры есть найдите сокровища на дне моря чё вон они блять меряем сокровищами на дне океана блять там труп валяется да еб твою мать и не меч дали реликвия ларин и так а что за пещеры интересный масс они пещер то она под водой что нихуясь и что-нибудь наверняка тут есть хорошего ну что я блять огонек зажгись вот большая что пещера ты хер знаешь да блять чё огонек то не зажигается не видят не пизды блять уже сундуков сундуков нету влезь или оттуда же был влезь не помню уже мне группа настолько огромное что для делаешь делаешь задание делаешь делаешь быть уж пять раз по одному и тому же место пройдешь и все равно забываешь был ты тут блять не был ладно значит был наверное мне вряд ли вряд ли это был наверное какая-то пещера блять может быть опять же с каким-то заданием потом дадут сейчас посмотрим что за и низ нам дали и валим отсюда там какой-то камень интересный я тут бандиты что точно блять точно блять а 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 где вещь ты вот бандюга я тут у них был уже я помню парковал кораблик вот тут где-то блять слушай а как же нам обратно тут доплыть неужели вплавь а не очень-то хотелось бы ебаный рад а до маяка бежать ебнешься а в аренбьюарн только пиздовать развилку дорог корабля то нет у меня тут никакого ни лодочки блять ни хера маяк горит блять может тут за углом что-то спрятано это будет просто печальненько блять если тут нету ничего никакого транспорта а а его туда нету блять реально откуда он тут возьмется кто его сюда кто его сюда припрет блять транспорт-то на так что за мечта блять и инис тоже неплохой инис-то но опять же хуже чем у нас я сейчас погодите выбрал доп задания где блять где блять или это ведьмачи заказы были да видимо получить вознаграждение у ёрунда 400 метров ммм ну погнали тогда к ёрунду блять сейчас тут дойдем может как раз слушайте а здесь действительно опа добежим пешком блять не так далеко плотвицу можем вызвать вот там вода наверное на суть по карте наверное не пройдет у тебя плотва блять везде пройдет мне кажется блять ну только не вот это вот говно летающие только вы не заметили ха 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 ну ёб твоя мать застрял блять еще будут попадать суки а ты туварь блять задела ну что ты делал блять я дам еще пиздану все и не выебывайте больше сейчас это вот еще заметит так готово а куда идти твой блять я упал о лодка блять а куда она мне нахуй зачем она мне мне она не нужна наверное да я вошел сейчас так доберусь блять так где то вот тут вот сейчас мы выплывем я видел что звезда упала кстати тут прям за этими горами деревушка как раз кто бы мог подумать что тут есть проход блять между скал но нет он действительно есть блять это не дорога но пройти можно да еще раз наградку о прибежали блять и хуя себе какой дом длинный блять барак блять а это что-то типы корчмы Ты гляди-ка, чего море выбросило Эй, ты! Ты с какого клана? Не из какого, я с большой земли Здесь пьют только воины Скельги Так что вы тут делаете? На воинов вы не похожи, скорее на пастухов На Скельги каждый воин, пусть даже родился в шалаше А тебе этого не понять На большой земле каждый кому-то раб Кому-то ластится Как пес под столом объедки выпрашивает Кто путешественника под свой кров не примет Тот стыдом себя покроет и позором Или отец вас не учил? Думай, что говоришь о моем отце, Йорунд Не то спать будешь под курганом А ты, чужак, запомни Здесь не Кайр Трольде А мы не Анкрайты Нам не нужны гости Тебя, значит, путники не раздражают Меня раздражают глупцы Неважно, откуда они родом Геральт из Ривии, ведьмак Йорунд Сын Сигвальда Если тебе не с кем выпить, садись со мной Поделюсь медом и рассказами Какой гостеприимный Да, Геральт Я редко вызываю такое оживление Должно быть, не часто у вас здесь гости с большой земли Конечно, нет Если кто из Тимерии или Редании И отважится приплыть на Скеллиге То заходит скорее в Кайр Трольде Там порт хороший, купцов много И Ярл на приезжих благосклонно смотрит Эти двое ребят, которые ко мне прицепились Кто они такие? Кори и Краки С ними одни неприятности Так же, как и с Лейфом, их отцом А это кто? Интересная фигура? Это смотря кому Если тебя интересуют лжецы и трусы То очень даже интересная Я убил чудовище на маяке Это был покаянник Очень опасный вид призрака И очень редкий Так откуда же он взялся на Эльберге? Такой спокойный остров Даже сирены там гнезд не вьют Кто-то совершил там преступление Что-то ужасное Подробности спроси у Микеля Интересный он человек Интереснее, чем могло показаться на первый взгляд Ну да не важно Поговорим лучше о моей награде А прошу Я все заранее приготовил Ты заслужил каждую монету И выпивку За твое здоровье Бывай Снова Понравился тебе наш мед, приблуда? Ничего так Спасибо Ха-ха Так купи себе бочонок на дорогу И проваливай Вижу, вы ничего не уразумели Про законы гостеприимства Что поделать Придется поучить вас покрепче Спасибо, Йорунд Вместе драться всегда веселее Потанцуем Че? Йорунд А как они мне вырубили-то, блядь? Столько набегов Войн Поединков И сдохнуть от такой мелочи Успокойся Я приведу знахаля Не надо Он пробил меня легкое Я захлебнусь кровью Выливай иногда немного меду В память обо мне Йорунде Сыне Сигвальда Который жил достойно А умер Глупо Твои сыновья Что с ними? Говори же, дьявол Они погибли От руки какого-то чужака Гори Это че-то, блядь Какая-то интересная дичь, блядь, чужой Просто улезин и редко ураль Признайтесь, у него камп Заих опасных труд на жители Оренбьерна Оказались королями Королями неблагодарности Когда Геральт Расправился с призраком Так Не успел ведьмак сделать глоток Как двое наглых детин Принялись его задирать Че-то странно, блядь И чувака-то жалко, блядь Умер в натуре, блядь Просто так Там меня сейчас ждут У меня было всего двое сыновей А ты их убил Ты прервал мой рот Очень жаль Но не я искал ссоры Разве чужой скажет правду? Кто первый вытащил меч? Не знаю Все быстро случилось А мы уже по паре рогов осушили Лжете! Вы должны были видеть, кто начал первым Я скорее поверю своему Человеку, который знает, что такое честь Я не хочу проливать больше крови Но если нужно, буду защищаться Ты будешь защищаться перед судом Ярла Если Лугос Безумный признает, что ты невиновен Ты будешь свободен Значит мне отдаться на суд человека, прозванного Безумным Или сражаться со всей деревней А всех тебе не одолеть Будь у тебя хоть три меча Будь по-вашему Видите Что-то на какую-то хуйню нарвался Блядь Нездоровую Суд Сейчас в тюрьму, блядь На 15 лет, блядь Приговорят Твердыня Лугоса Безумного День спустя Вот ведь сходил в кабак Так, и че, блядь Узник У меня есть что-то? Факел Факела нет Когда меня будут судить? Когда Ярл тебя призовет Значит не скоро Чем дольше сидишь в каменоломнях Тем меньше выступаешь, как придет срок суда Этот здесь второй год Он тот третий У меня нет времени Я ищу одного человека Осрать я хотел, что ты там ищешь Бери Кирку и за работу Заскучал? Берись за Кайло Слушай Может мы как-нибудь договоримся? Здесь тебе небольшая земля Меня нельзя купить Ни золотом, ни славой Блядь, что за хуйня Во что я ввязался, блядь Говорю тебе, в конце концов Докопаемся до какой-нибудь пещеры Тогда избежим Эй, чужак Откуда столько шрамов? Зяблик Симун, блядь Ну, чего ты хочешь? Помочь тебе, чужедемец Знаешь, как отсюда бежать? Бежать? Нет Но я могу сделать так Что еще сегодня Лукас Будет тебя судить Тогда или быстрее выйдешь На свободу Или быстрее попадешь Под топор Говори дальше Один из стражников Мне должен Я сделаю так Что он отведет тебя К Лукасу А тогда Уже ты мне будешь должен Что скажешь? Медальон дрожит Смотрите Если ты такой Ты всемогущий Почему сам не выйдешь? Не знаешь ты Симуна Зяблика Многие хотят Моей смерти Здесь я В безопасности Подальше от их мести А мой час Еще не пришел Он Доплер, блядь Звучит заманчиво Скажи Стразнику Что если он Отведет тебя К Лукасу Симун Забудет Про то Что случилось Под Фирсдалем И что же случилось Под Фирсдалем? Не твое дело Просто повтори Что я сказал Ну ладно Заскучал? Берись за Кайло Я бы лучше поговорил Например о том Что случилось Под Фирсдалем Заткнись Ничего не бывает Даром Услуга за услугу Откуда ты знаешь? От Симуна Зяблика А он обещает Что если ты допустишь Меня к Ярлу То он забудет Обо всем этом деле Зяблик Лучше бы называть его Симун Большая Глотка Ай, добро Пойдем со мной Мой род Существует Еще со времен Убина Великого А этот пес Его прервал За это он должен Умереть Я здесь творю суд, Лейв Помни об этом Ведь это приблуда Чужак Он не заслужил Ни суда Ни даже смерти От меча Он Не прерывайтесь Я с удовольствием Послушаю Геральт Не думал Что мы так быстро Увидимся вновь Ты пригласил меня В свои земли Сказал, что я найду Здесь работу Да Убивать чудовищ Не людей Перейдем к делу Перейдем к делу Лейв утверждает Что ты убил Его сыновей Кори И Краки Что ты на это Скажешь Я защищал себя И ерунда Никто Не подтвердил Твоих слов И не подтвердит Всегда проще Повесить чужака Чему судить своего Так? Ха А ты за словом В карман не лезешь За словом? Он меня Оскорбил Ярл Меня И весь наш клан Закон предков Гласит, что... Тихо! Я уже принял решение Геральт из Ривии Я признаю тебя Виновным В двойном убийстве Наказанием За это будет Смерть Через удушение Но ты можешь Откупиться Выплатив вес Кори и Краки Серебром Ты знаешь, что у меня нет таких денег Разве что парни были гораздо легче, чем выглядели Прекрасно это знаю Я сам заплачу отступные Что? Это против всех законов! Законы здесь устанавливаю я Возвращайся домой, Лейв Если ты меня разозлишь Привяжу тебе мешок с этим серебром к шее И сброшу в море Ну, что уставился? Ты свободен Забирай вещи и проваливай С удовольствием Только скажи Чем я обязан такому милосердию? Ты помог моему сыну В пещере снов А я помог тебе Но запомни Если ты убьешь еще кого-то Саренбьерна Я собственными руками Отверну тебе башку И повешу над очагом Что-то не взлюбили меня тут Ты чудо Думай, куда идешь И тут сообразие Что-то не взлюбили меня тут Не знаю, по плану это все было Или как, блядь Четыре опыта, блядь Судьбу всему нет Раздали аж четыре опыта, блядь Слушайте, тут Богатый, блядь Кузнец был Ну вот сейчас как бы есть Да Может быть По-другому там можно было как-то сыграть Хер знает Не знаю, блядь Так Охота с сокровищами Школа кота в Новиграде есть В Велине В Велине Три четвертого уровня Двадцать девятый В Новиграде Блядь Третье уровень Котовский Интересно было бы найти А может быть ебануть, блядь Может быть Пиздануть в Новиград, блядь Побродеть, блядь По цивилизации А? Ну-ка, нахуй Тут аж три, блядь Этих ебаных Сокровищ Как далеко-то, нахуй Грот дракона Грот дракона Бойца, блядь Ну поехали в грот Истощенную и раненую Цири Нашли на болотах крестьяне Они отвели ее к барону Самозванному владыке Велина Барон позаботился о девушке И когда та набрала сил Снарядил ее В Новиград Тау, заебала, блядь Темень, нахуй Вечная эта скеликс Какая-то промозглость О, цветочки Всякая хуйня Сколько нам у тебя Две тысячи шагов Это дохуя, блядь Вот, две семьи Две семьи шагов И мы пройдем их уже В следующей серии С вами был Малдер Всем спасибо за просмотр До новых встреч Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok